Анимация с нуля Мы дошли уже довольно до такой сложной уже темы События мыши То есть будут происходить какие-то действия То есть анимация при каком-то событии мыши То есть либо я, например, навел на объект Либо кликнул и так далее И давайте возьмем наш эллипс Рисую круг с зажатым шифтом Чтобы была пропорция для примера Так, и как нам заставить его Чтобы он, например, начал движение свое Не самостоятельно, а, например, по клику Что для этого нужно сделать Для начала таким же способом мы создаем ему анимацию Включаем пин Двигаем ползунок Двигаем наш эллипс Здесь произвольная анимация Просто чтобы продемонстрировать, как работает мышь Проиграем Если мы ее просмотрим в браузере Она автоматически проиграет А наша задача сделать так Чтобы объект не производил никаких действий Пока мы не кликнем на него мышкой Зацепляем мышь вот за верх анимации Мы можем вот так вот с зажатой мышкой двигать ее Немножко вот так отступим Перед анимацией нам нужно поставить стоп Тогда анимация не будет автоматически проигрываться Кликаем уже по знакомому триггеру При этом обратите внимание, что ползунок был в начале На нулевой секунде открывается окно Кликаем playback И вот здесь есть кнопка stop Появляется наш stage И два раза по нему кликаем Закрываем окно Посмотрим, как это выглядит в браузере Видим, да? Наш круг висит и не происходит никакой анимации Так, что нам нужно сделать, чтобы заставить его двигаться по клику Выделяем наш объект И кликаем по нему правой кнопкой мыши И в выпадающем списке самое последнее меню Открываем open action Появляется вот такое окно Здесь есть плюсик и минус И первый пункт, выбираем клик Вот это вот зеленое, это просто подсказка Но она на английском языке Ее мы можем отсюда удалить, если она мешает Кликаем playback Кликаем play Убираем stage И двойным щелчком мыши кликаем по stage Закрываем Нажимаем ctrl enter Чтобы посмотреть, что у нас получилось в браузере Анимация у нас не проигрывает Если мы кликнем на наш объект То вы видите, что происходит анимация Еще такой момент Если вы хотите показать, что этот объект интерактивный Как правило, когда наводишь мышкой на такие объекты То курсор меняется на пальчик А как это сделать? Смотрим вот сюда в левую часть экрана Где кнопка есть auto Кликаем по ней Здесь вот есть целый список Он вам тут не виден Но вы у себя увидите Здесь можно выбрать любой элемент Но мы возьмем пальчик Теперь при наведении При просмотре в браузере Будет пальчик вместо указателя мыши Теперь давайте посмотрим Как сделать Если мы не кликаем по объекту А просто навели мышь на него Для этого по объекту кликаем правой кнопкой мыши Open action Чтобы закрыть Или удалить наш клик Кликаем по минусу Кликаем опять по плюсу И выбираем mouse over То есть это будет при наведении Также нажимаем play И два раза кликаем по stage Ctrl и Enter Чтобы посмотреть, что получилось у нас в браузере Итак, я навожу мышку на наш объект И я не кликал А просто навел Это был самый простой пример А еще такой момент Когда вы делаете анимацию И будет много здесь элементов Например, мы сейчас навели на объект И он начал наше движение То есть он начал наше движение И вот здесь остановился Вот в конце каждой анимации Нужно еще ставить стоп Также кликаем по нашему триггеру И стоп Просто смотрите, что можно сделать дальше Проиграл анимации Здесь стоп Дальше, прямо на скале времени Мы двигаем наш ползуночек И давайте зададим еще какую-нибудь анимацию Например, сделаем так, чтобы он исчезнул Идем в панель transform Ставим вот здесь 0 И при просмотре в браузере Вот что у нас получается Я навожу мышь на объект И еще раз навожу И он исчезает Вот такой вот эффект И в заключении этого урока На десерт Я сейчас себя научу Как сделать простую галерею Вот что получилось у меня Внизу три триггера По клику Сменяется изображение Получается такая Легенькая галереечка Несложная галерейка Давайте посмотрим Как ее реализовать Значит, я Нашел три изображения Заключил их в символ И три эллипса То есть три кнопки Нажимаю файл На компьютере Подготовьте Какие-нибудь изображения Я вот Эти три изображения Перетягиваю Просто вот сюда В программу Подгоняйте их По размеру Чтобы не путаться Значит, определитесь Какое изображение В галерее вы хотите Чтобы было первым Наши автомобили Зажатым шифтом Выделяем Правой кнопкой мыши Или здесь Конверт у символ Все, у нас автомобиль Внутри символа Заходим внутрь Итак, находясь Внутри символа Делаем следующее Первому и второму Изображению Которые накладываются Сверху Вот здесь панели слева Ставим Офф То есть выключаем их Дальше У второго изображения Где-нибудь отступим Немножко Это в принципе Не важно Ставим Включить Выделяем Наши Верхние Отступаем И тоже Включить И вот у нас По сути Уже По клику Будет вот так Перелистываться Вначале Самым Вначале Самым Выбираем Триггер Ставим Стоп Наводим Наводим Это у нас Второе изображение Напротив него Ставим Лейбл Два Здесь забыл я Поставить На первое изображение Лейбл один И соответственно На последнее Третье изображение Лейбл три И после каждого Лейбла Нужно поставить Стоп Чтобы анимация Никуда не играла Ставим Ползунок Ставим Стоп Ставим Стоп И соответственно В самом конце Тоже ставим Стоп По сути Наша конструкция Готова Обратите внимание Если вам еще Непонятно То вот это Один два три Лейбл То есть Первая кнопочка Мы скажем Играй С единицы То есть Видите сейчас Что отображается Вот так она и будет Второй кнопочке Мы говорим Иди на Двойку А у нас Под двойкой Стоит как раз Кнопка Он Включить То есть Обязательно Учтите Чтобы у вас Было вот так То есть Лейбл Вот по этой Красной линии Совпадал С кнопкой Он Понятно Да И обязательно В самом начале Здесь должна Кнопка быть Офф И здесь тоже Да Соответственно У нашего Первого кадра Вот который Сейчас выделил У него Нет ничего Потому что Он у нас Первый Его нет смысла Выключать Или включать Тут Именно важно Поставить Лейбл 1 Чтобы направить Ее отсюда Например Сюда То есть Самое сложное У нас Позади Сейчас Сделаем Три кнопочки Выходим Из символа Так Давайте Сделаем Три кнопочки Берем Эллипс Рисуем Зажимаем Кнопку Альт Кликаем Мышкой И тянем Наш Эллипс Это делает Его копию Отпускаем Еще раз Зажимаем Кнопку Альт И тянем Еще раз Эллипс Чтобы был У нас Такие Ровненькие Три кнопочки Ну и Дело за малым Первую кнопку Выделяем Правой кнопкой Мыши В самом конце Списка Open Action Клик Play Stage И символ 1 И Вот здесь Появляется Такая конструкция Ставим Внутри Скобок Двойные Кавычки И говорим Играть С первого Лейбла И Те же Самые Операции Выполняем В других Кнопочках Только Лейбл Ставим 2 И 3 То есть Вторая Кнопка Будет Играть У нас Вторую Картинку Ставим Здесь 2 Уделяем Третью Open Action Клик Playback Play Stage Symbol И Здесь Ставим Соответственно 3 Нажимаем Ctrl Enter И посмотрим Что у нас получилось В браузере И вуаля Наша галерея Готова Только у нас Первое изображение Оно Большего размера Поэтому его видно Снизу Да Но самое главное Мы достигли Чего мы хотели Да И еще Кнопочкам Нужно сделать Чтобы при наведении Был пальчик Я уже Об этом говорил Выделяем Зажатым Шифтом Все Три Кнопки Нажимаем Авто И пальчик И давайте Наше Первое Изображение Зайдем В символ Чтобы управлять Изображениями Да Давайте Вот смотрите Положение Курсора Уведем Чтобы мы Видели Наши Другие Изображения Выделяем Наше Изображение Которое Большое В моем случае Это вот это Нижнее Третье Выбираем На панели Клиппинг Тул И вот так Подгоняем Чтобы они Были Примерно Одинаковые Нажимаем Контур Энтер И у нас Вот уже Лучшее Изображение Более Менее Одного Размера Но я Тут Понимаете Не стал Искать Заморачиваться Здесь Главное Показать Принцип А уже Там ровненько Красивенько Сами Сможете Сделать Вот таким Вот образом Конечно Здесь Она Эта галерейка Довольно Таки Простая Можно Сделать Намного Тут Интереснее Например Вот эти Нижние Триггеры При клике Меняли Цвет Потом Смена Картина Чтобы была Плавная И так Далее Надеюсь Я Понятно Объяснил Думаю На этом Мы Заканчиваем И Увидимся В следующем Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры